Как? Дилишки, ребятишки, с вами снова и отец, и добро пожаловать в новую серию моего нового дома. Да, кто не смотрел предыдущую серию с Катерицей, я тебе советую посмотреть её прямо сейчас, потому что эта хитрая жопа Катюха взорвала мой предыдущий дом. Я не знаю, что ей тогда стукнуло в эту голову, но прямо сейчас за мной будет подсказочка, нажми и посмотри. Вот, я не знаю, что ей в голову взбрело, но я ей, я благодарен, я благодарен, потому что после того, как она взорвала мой дом, она подарила мне вот этот дом. Честно, я вообще не имею ни малейшего представления, как она на него заработала и где она вообще нашла столько бабок, но она как-то могла мне его подарить. Но проблема в том, Катюха, то что в прошлом доме у меня были все мои вещи, а в этом доме у меня нет ничего. У меня просто пустой инвентарь, и все мои вещи, которые были в предыдущем доме, они едут сейчас на грузовике, то есть грузчики их прямо сейчас перевозят. И всё, что прямо сейчас есть в этом доме, вот это корзина с фруктами, пластмассовыми. Это как декор, их кушать нельзя. А жрать-то хочется? Я в доме, перчик в доме. Жрать-то хочется? Перчик в моей комнате. Жрать хочется? Хоть у тебя и кость есть, ты хотя бы кость можешь пожрать, а у меня вообще ничего нет. Всё, что я смог перевести до этого момента, это моё рабочее место, ну для того, чтобы я мог для вас стримить и записывать ролики, и также секретный мой сундук. Что там находится, я могу тебе сказать в следующей серии, если ты, конечно, хочешь, чтобы следующая серия вышла. Эх, шо делать? Кого жрать? Катюха купила этот дом или построила сама возле этой деревни жителей? Есть кролятина, я бы на самом деле кролятину бы тоже... Иди сюда, иди сюда, иди сюда... Да, подошёл, 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 подошёл. Сейчас замаринуем ножки, сейчас... Опа! Ну хотя бы. Но это в любом случае перчику достанется, он больше жрать, чем я хочет. В предыдущей локации на наш дом кто-то нападал каждую ночь. Я надеюсь, что здесь никто не будет нападать, потому что я нахожусь возле деревни, и здесь должна быть просто мирная территория. Поэтому никто не будет нападать. Я сильно устал после переезда, и скорее всего я просто сейчас пойду спать на второй этаж. Вот, зайду сюда, пойду в свою комнату, любимую. Весь остальной дом у меня попросту пустой. Перчик всегда стоит, перчик даже не сидит, перчик всегда на ногах. Перчик здоровая псина, хоть и ненормальная иногда. Поглажу, я знаю то, что у тебя блохи, но ладно, я тебя и так люблю. Я прям сейчас пойду посплю, что в этом сундуке я тебе не скажу. Там секретная, 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 секрет. Всё, спокойной ночи вам всем до завтра. После вчера. Арбузы, арбузы. Мандарины. Кто умер? Кто? Где похороны? Чё? Перчик, ты с ума сошёл? Поспать даже не дашь. Чё лаешь, дебил? Чё такое? Чё такое? Он лает только тогда, когда чувствует какую-то опасность. Чё, подожди, я даже до конца не проснулся. Чё такое, собака? Чё, чё, чё ты хочешь? Ты ещё там кто такой? Воришка проклятый! Он меня видит, я не знаю. Ты чё там делаешь, а? Ослама его стыбзить хочешь? Хоть он и не мой, но не трогай осла! Хорошее животное! Он так лакомо смотрит на мой дом, как будто действительно хочет не только кусочек, а хочет весь мой дом ограбить. Я тебя, конечно, разочарую, в моём доме ничего нет! Кроме моего компьютера и кроме моего супер-секретного сейфа. Что там внутри, я тебе не скажу. Но если он сможет пробраться ко мне на второй этаж, если он сможет зайти в мой компьютер, значит он узнает пароль от моего супер-секретного сейфа и зайдёт сюда. А если он зайдёт в мой сейф, он узнает супер-секретную тайну. Мне нужно как-то обезопасить свой дом. Мне кажется, что он также нападёт на меня ночью. Поэтому до ночи мне нужно как-то обезопасить свой дом. А в подвале у меня много всяких крутых инструментов. У меня здесь есть железо, у меня здесь есть печка. И сейчас мы подготовимся к тому, чтобы этот воришка ничего не нашёл в моём доме и больше сюда никогда не возвращался. Так, что у меня есть? Мне нужны строительные блоки, как можно больше. Так, кролятину я выложу вот сюда. Так, кролятина, пережаривайся, а я возьму всё, чтобы сделать как можно больше ловушек в этом доме. Нужно продумать всё, чтобы он никак не попал на второй этаж. Давайте сделаем... Он... Где он? Он там до сих пор. Ушёл, значит! А ты давай вернись! Давай подерёмся, у меня топор есть! Первое, что я сделаю, возьму лопату, которую я чуть не забыл у себя в супер-секретном сундуке, но прямо сейчас я её достал. В первую очередь я сделаю... О-оу! О, кстати, здесь уже есть какая-то яма. В первую очередь я сделаю такой маленький-маленький подкоп у себя перед домом. Этот воришка, я так думаю, тупой немножечко. Но он был здесь. Сейчас его здесь нет. Нужно как можно быстрее это всё сделать. Он 100% зайдёт через переднюю дверь. Поэтому буквально за следующие 5-10 минут мне нужно сделать всё, что я только смогу, чтобы его напугать или отпугнуть. Я сделаю супер-секретные ловушки, которые меня учил делать батя ещё давным-давно в детстве, когда мы с батей ходили в лес по грибе, но на нас случайно медведь трёхметровый напал. Он такой сказал, Эдичка, не пугайся. В жизни и не такое дерьмо случается. И я ему сказал, батя, учи меня. Он сказал, Эдя, сынок, сейчас я тебя всему научу. И тогда научу камеру. Подождите, я только сейчас заметил. Алло. Верстак я скрафтил. Прямо сейчас я отправлюсь в мой подвальчик и заберу как можно больше железа. Потому что железо 100% пригодится для того, чтобы отбиться от этого воришки. С помощью железа можно делать различные шипы. Шипы у нас делаются вот так. Вот, 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 вот. Я не знаю, на самом деле, сколько шипов нам нужно сделать, но, как я полагаю, как можно больше. Возвращаемся домой и крафтим. Самую первую ловушку, про которую мне рассказал мой батя в детстве. Нужно поставить сюда палочки. Вот так. И сверху это все нужно накрыть травушкой-муравушкой. Вот, примерно вот так. Накрываем травушкой-муравушкой. И у нас получаются блоки ловушки. Если кто-то сможет наступить на эти блоки, он сразу провалится вот в эту яму. Перед тем, как я продолжу закладывать сюда блоки, я поставлю сюда как можно больше шипов. Скорее всего, у меня не хватит шипов на то, чтобы заполнить вот эту всю яму. Но ничего страшного. Мне кажется... Ай! Вот, вот, я сам попался. Мне пришлось еще немножко скрафтить вот этих блоков, потому что их не хватило. Сейчас давайте сделаем так. Если он даже со второго раза сюда сможет пробраться, я вот здесь забаррикадирую вот эту дверь. Опа! Опа! Он такой зайдет и увидит, нифига себе, сколько здесь блоков. И, скорее всего, просто убежит обратно. Но не все-то так просто. Он 100% сможет найти обход моей этой ловушки. И давайте мы уже будем его ждать, когда он найдет вот этот обход. Что я предлагаю, ребятки, вам сделать? Мы откроем вот это окно. Все остальные у нас забаррикадированы. А знаете, что мы сделаем с этим окном? Хе-хе-хе-хе! Смотрите! Вентиляция! Где моя вентиляция? Это все я сейчас добуду. Одну вентиляцию, вторую вентиляцию, третью. Сюда я поставлю паутину. Вот так. Давайте вот примерно вот так. А сюда я поставлю вентиляцию. Ставим ventilation вот сюда. И сюда. И, в принципе, наверх еще... А, нет, не туда! Опа, опа! И смотрите, что будет делать эта вентиляция. Как только он поберется через вот это окно, потому что оно будет открыто, он упадет сюда в паутину. Но с помощью вентиляции он не сможет с нее выбраться. Эти вентиляторы будут его отталкивать обратно в паутину. Давайте мы выключим хотя бы вот так. Слишком много энергии она будет употреблять. Вот, смотрите, как прекрасно она будет его просто выдувать обратно в окно. Замечательно! Следующая ловушка. Что-то нужно сделать в этой комнате. Потому что, возможно, он сюда тоже зайдет, хоть у меня здесь ничего нет. Но, ничего страшного. Я ему припасу ловушку и здесь. Сюда я все расставлю с помощью нити. Опа, вот эти нажиматели, которые активируют потом кое-что другое. Сейчас я вам покажу, что они будут активировать. Это мы включили. Это мы тоже включили. Поверх этого всего мы с вами поставим раздачник. Сюда раздачник и сюда раздачник. Половина стрел уходит вот сюда. Половина стрел уходит вот сюда. Как только он зайдет в эту комнату... ААААААААА!! Сразу у него полетят стрелы, поэтому нужно отсюда сваливать. Даже если он пройдет все мои испытания, все мои ловушки, нужно тут в первую очередь перегородить, чтобы он не вошел в мой подвал. Потому что в подвале много всего секретного. секретного. Даже если он сможет перейти вот эти все ловушки, здесь его будут ждать электрический забор. Этот забор наносит очень даже хороший урон. Что мне нужно сделать еще на втором этаже? Здесь у меня ничего нет. Здесь все забаррикадировано. Сюда он даже не пройдет. Здесь у меня все пусто. Разве что телевизор. Но мне кажется, телевизор ему точно не нужен, потому что он слишком старый. А новый у меня в дороге. Его грузчики везут. А в этой комнате у меня ничего нет. Я его напугаю в этой комнате как-то и открою вот это окно. Он сиганет, скорее всего, из этого окна после того, как я его напугаю. Сиганет, возможно, куда-то вот сюда. Здесь я вырву для него небольшую такую ямочку. Вот так вот. И заполню ее лавой. Вот сюда. Вот сюда. Опа! И вот сюда. Очумительно просто. Даже если он пройдет вот это все последнее, что его будет ждать, это этот коридор с песком душ. Мне кажется, очень сложно он должен будет пройти этот коридор. Но вот так же ничего страшного. Если он пройдет этот коридор, все, я больше ему ничего не буду делать. Финальное, что его будет ждать, это комната с перчиком. Если он сможет сюда забраться... Ой, не сможет. Но надеемся на лучшее, то, что сразу же первая ловушка, которая находится снизу, она сможет его остановить. Но это еще тоже не все. Не зря моя катюха каждый день борщи дома в органе. Зелье невидимости. Плюс к этому всему, я буду троллить немножко вора, потому что, мне кажется, он сам не справится. Поэтому я выпиваю зелье невидимости и буду его ждать. Перчик. Перчик гавкнул. Если перчик гавкнул, значит, творог где-то рядом. Ну, давай. Он, кстати, меня не видит, потому что я в зелье невидимости. Давай, 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 давай. Я тебя уже жду. У тебя-то нет зелье невидимости. У тебя нет катюхи, которая ворганит тебе его каждый день. Я сюда даже спущусь. Он упал! Он уже упал! Ну, что ты там лохопул? Нормально тебе там в этой яме? Мне кажется, нормально. Все, ждем, пока он там умрет. И все, в принципе, можем заканчивать на этом. Ты смотри, какой умный! Вылезай! А, ладно, сейчас ты сюда зайдешь и видишь, что там каменная стена. А, да-да, ты смотри. Да, призраки здесь, призраки! Он даже не понимает, что здесь происходит. У тебя кролякина на спине застряла. Проверь, пожалуй. Опа, каменная стена! Не ожидал такого, да? Не пройти. Все, давай, проваливай вот туда, обратно в эту яму. Да, куда ты? Не, чувачок, здесь все забаррикадировано. Не сможешь ты здесь пройти. Можешь, в принципе, в лаву прыгнуть, если хочешь. Вот туда можешь, не? Давай, давай, я тебя подтолкну, не? Он вообще не понимает, кто его сейчас толкает. Сколько? У меня 5 минут осталось. Смотри, боится, боится же. У меня 5 минут осталось зелье. Я надеюсь, что я успею его выгнать из своего дома. Сейчас, вот, как мы и предсказывали. Сейчас он побежит туда, к этому окну. Мне нужно ничего не держать в руке, потому что он тогда спалит 100% то, что я хожу возле него. А, ты смотри, ты смотри на него. Ай, ай. Ага, 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 ага. Да, 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 да. Да, да, да. Да, ты смотри. Ты смотри. А, всё, никак, никак не вылезешь оттуда. Никак не вылезешь, да, потому что толкает тебя, толкает. А, всё, всё, он обратно вылез. Ну и чё, и чё ты будешь делать? И чё ты будешь делать? А, давай, ломай, ну да, давай, ломай, ломай паутину, ломай. А, как мне сюда пробраться? Подожди, пожалуйста. Подожди, пожалуйста, я сам в свою же ловушку попал. Ну я дебил, дебил до конца, просто его не продумал. Ты там мне камин не туши, алло. Ты чё там делаешь? Камин не туши, пожалуйста. Ага, ну чё там нет? Можешь фруктики забрать? Мне кажется, они вкусные будут. Да, забери фруктики. Ты проголодался. И даже не обращай внимания на то, что не для декора. И кушать их нельзя. Да, какой молодец. Так, по нашему плану должен сейчас побежать вот сюда. Но я его опять напугаю. Он опять ничего не понимает, что происходит. Да призраки тебя бьют! Зря ты сюда пошёл. Дом с призраками. Мне нужно тебе было сюда заходить. Вот. Если сейчас всё пойдёт по нашему плану, он пойдёт или на второй этаж, или вот тут. Ты чё делаешь? Жопа наглая! Джёлку верни! Он джёлку мою староты бзил! Ладно. Сколько у меня? Три минуты ещё зелья осталось. А-а-а! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да! Электрический забор тебя бьёт, да? А сюда? Можешь, в принципе, ещё в эту комнату пойти. Ты забыл там посмотреть что? Или давай на второй этаж. Только... Нет, не нужно в эту комнату. Там у меня много всего интересного. Стрелы, которые тебе только что залетели мимо ушей! Ха-ха-ха! Всё! Да-да-да! Да! Ой-ой-ой-ой-ой! Да, стрелы, стрелы! Всё, давай на... На второй этаж! На второй этаж! Пошли сюда! Давай, миленький мой! У меня ещё три минуты есть! Если всё будет нормально, сейчас он побежит вот сюда. Если всё будет по нашему плану. Потому что... Давайте включим телевизор. Чтобы он обратил внимание, что здесь телевизор. Здесь что-то шумит! Шумит что-то! Он обратил внимание. Хе-хе-хе-хе! Прекрасно! Аст! Там нет лунчика! Там нет смешариков! Ой! Я случайно поднял! Ничего не спалил? Я надеюсь, что ничего не спалил. Конечно, ничего не спалил! Здесь же призраки в этом доме! Хе-хе-хе-хе-хе! Всё, давай-давай! Если сейчас всё пойдёт по плану, он пойдёт в эту комнату. Где я его сейчас напугаю только. Как мне его напугать? Уже светает! Ну чё, мы его сейчас выгоним. Как мне его напугать? Я владею суперспособностью! Кто не знал? Я умею гавкать, как собака. Перчик пока что не гавкает. Перчик, скорее всего, там зажался где-то в угол. А если я сейчас гавкну? Напугался, напугался, напугался! Ха-ха-ха-ха! Ты шо теперь? Сиганул-то так, как в лаву! Всё! Баш-маш сюда не возвращаться! Я выпью ещё зелень на всякий случай. Ну, оцени, пожалуйста, в комментах, умею ли я пародировать собаку или нет. Всё, это выбрасываем вот туда, и это выбросим тоже вот туда. Всё! Он больше сюда 100% не вернётся. А если вернётся, то кое-кто ему одно место откусит. Сто процентов! Ах ты, смотри, какая... Ах ты, посмотри на него! Ах ты! Ща! Обратно, обратно, обратно в паутину давай зал... Давай, иди сюда, иди сюда. Я тебя сам туда проведу. Перчик-то уже ждёт встречи с тобой. Давай, 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 давай. Щас, ты хочешь узнать коды секретные от моего сундука, да? Давай, давай, миленький. Там ничего нет, там всё забаррикадировано. Давай, можешь сюда при... А у меня стрелы, у меня есть стрелы, но у меня лука нет. Потому что Катюха забрала все мои оружия, точнее, взорвала случайно. Ага, ага, да, 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 да! Призраки всякие! Ладно, не будем его отвлекать. Заходи в комнаты, миленький мой, заходи, давай. Там тебя уже ждёт перчик. Только он не знает этого, а я знаю. Ага, ага. И что там? И что там такое? Скорее всего, что-то... Там много золота, там золото, там бриллианты. Там моя золотая кнопка. Серебряная кнопка. Там в сейфе мани-мани бабки-бабки валяются. Давай, можешь заходить, только перчик тебя уже ждёт. Перчик-фас! Откуси ему одно место! Перчик-фас! Давай, давай, беги, беги, беги! Давай, давай, беги! Перчик, догоняй! Догоняй, перчик! Давай, давай, куда? Куда он пошёл? Перчик, не меня бей, дебила! Вора этого бей! Ёхай, не бабай, перчик с ума сошёл! Отстань ты от меня, собака! Дебил! Да не меня-то бей! Всё, вот. Ёшкины матрёшки, у меня с этой собакой всегда проблемы какие-то были. Перчик, я тебя не трогал. Я тебе вообще кость дал в этой серии. Абортос в лабе сгорел! Вот в чём прикол! Всё! Продолжение следующей серии. Ну, если ты, конечно, лайк на эту поставишь. Субтитры сделал DimaTorzok